Космонавт Тема всех затронула широко. Ассоциация электронные деньги это некоммерческое объединение от меньших основных партнеров, основных игроков, которые так или иначе занимаются электронными деньгами. И собственно два года жизни мы, как и не только мы, как и много других игроков рынка, регуляторов и соответственно сочувствующих убили на то, чтобы создать в России более-менее правильную регуляторную среду по платежам. И для кого не секрет, что с платежами в России был полный швах, в смысле их регулирование, с платежами все было замечательно, я думаю, что Россия является одним из технологических лидеров в области платежей. Но с регулированием там была абсолютно полная беда, потому что не то, что не было какого-то специализированного закона, а просто не было в законе понятия платежа. В 103 ФЗ какие-то слабые наметки на эту тему появились, но сам процесс передачи денег от одного человека к другому, или от одного человека к юридическому лицу, плюс еще, возможно, наличие посредников на этом пути, оно вообще никак не регулировалось в явном виде, и каждый старался во что-то гораст. Где-то года два, или может быть уже чуть-чуть побольше назад, стало ясно, что какой-то закон по платежам вообще, по электронным деньгам в частности, будет. Потому что рынок большой, он заметный, и, собственно, с ним что-то надо делать. Мы, на самом деле, поначалу думали, не только мы, что у нас будет воспроизведена конструкция европейского регулирования платежа, и именно есть некий такой зонтичный закон. В Европе это 64-я директива, которая описывает платежи в целом. И под этим зонтиком живут маленькие зонтички, описывающие частные сегменты. Там 110-я директива по электронным деньгам, соответствующие директивы и уложения по пластиковым картам, по денежным переводам и так далее. Поначалу вроде так все разворачиваешь, но потом с нами случился закон национальной платежной системе. Это достаточно долгая история, как он конкретно случился. Но, в общем, стало понятно, что отдельного закона по электронным деньгам никакого не будет, а будет такой, ну тогда еще очень компактный, в страницах на 20 закон национальной платежной системе. Однако...